Диалог под часами Нашей гостью будет Наталья Владимировна Пономарева. Здравствуй, Наташенька. Я очень рад тебя видеть. Ты такая же красивая, как всегда. Да, мне тоже радостно. Я тоже всегда помню, как ты работала с нами в военном отделе. Очень тебя ценил как работника. Сейчас ты оказалась в трудящейся фонде, который церкви очень помогает, «Берега». А с чем связано это название? Такое очень поэтическое, хотя и в одном слове. Да, и что самое интересное, что это фонд помощи не государственным детским домам. То есть деткам, которые оказались в трудных жизненных ситуациях, и их потихоньку забирают, и забирают не в государственные детские дома, а в такие как бы детские дома семьи. Приемные семьи, да. Есть такая форма теперь. Да, там формы юридические разные, но по духу, по духу это всегда большая семья. То есть они по плаванию сначала по Житейскому морю, потом пристают к берегу. Да, потом в такой ручеек, ручеек, а потом пристают к очень уютному и тихому берегу, который и есть вот эта большая семья, которая называется негосударственный детский дом или негосударственное учреждение. Ну вот в силу того, что я тоже руковожу такими двумя сейчас учреждениями, я хотел спросить, а у вас как фонд с этой новой социализацией деток какие ты видишь трудности? Сейчас очень многие люди как раз озабочены этой проблемой и появилось гораздо больше желающие, чем вот там 10-5 лет назад усыновить или взять под опеку маленького человека. Это действительно так. У нас было совещание в фонде и наш сотрудник, который занимается сайтом, они с женой решили усыновить ребенка и он рассказывал через какие большие трудности они проходят и что они, ну вот они хотели бы до 5 лет ребеночка взять и что они не могут найти ребенка до 5 лет для того, чтобы усыновить. Ну мало того, что они много трудностей испытали, чтобы собрать все документы, но они еще и ребеночка не могут найти, чтобы восыновить. Ну это собственно одна из историй, которая сейчас происходит, но мне хотелось бы обратить внимание на другую тему, что собственно вот что я делаю в фонде берега. Фонд берега занимается такими тремя основными направлениями. Это материальная поддержка детских домов, ну и вы это знаете, поддерживает собственные ваши детские дома. Юридическая поддержка. То есть работают у нас юристы, которые могут помочь. И вот совсем недавно было письмо мне и звонок после этого письма, что мы хотели бы организовать вот свое негосударственное такое детское учреждение. Как нам это сделать? Я с радостью сказала, что есть такой фонд, там есть такой раздел. Все формы, по которым можно организовать вот свою либо большую семью, либо маленький негосударственный детский дом, они там все есть. И это тоже очень важно, очень нужно для нашего фонда. Но мое направление, я вот как психолог-педагог и мам трех детей, я очень всегда беспокоилась о том, что в России не очень хорошо умеют воспитывать детей. Не очень хорошо понимают, как это делать. Как ты думаешь, почему вдруг? Россия, ну тысячи лет нашей письменной истории. Конечно, она еще жила и допрежь того, но вот из того, что мы читали в древнерусской литературе в течение 700 лет и впоследствии, такая какая-то проблема, она не звучала. А почему она возникла сейчас после уже заката советской власти? Ну, у меня есть внутренний ответ на этот вопрос. Вот поделись, интересно, совпадет ли это с моим пониманием этой проблемы? Да, начнем с того, что я хорошо знаю, это история моей семьи, что когда я родилась у моей мамы, через два месяца после того, как я родилась, она вынуждена была выйти на работу. А это было законодательно закреплено. То есть я должна была через два месяца из рук мамочки быть передана куда-нибудь. Слава богу, у меня была бабушка, и меня передали в руки бабушки. Но если бы у меня бабушки не было, то меня передали бы в ясельки, где меня бы как-то растили на благо государства. И вот то, что у родителей, у молодых родителей просто не было опыта воспитывать своего собственного ребенка с младенчества. А я так понимаю, что и у их родителей, то есть у моей бабушки, начиная с того, что она оказалась сиротой, потому что всю ее семью выбили до революции, после революции, то есть с 905 по 920 год, то есть она тоже оказалась сиротой, и она не переняла тот опыт воспитания детей, который, видимо, был в семьях. И в крестьянских семьях, и в дворянских семьях. А твои прядки кто были? Фамилия у тебя церковная. Ну, у меня фамилия церковная по мужу. Поэтому в том-то и дело. И моя мама мне говорит, что так сильно скрывали всю родословную в свое время, потому что моя бабушка воспитывалась у тетки, которая вместе с мужем, ну, муж ее, был выслан в Архангельск в дореволюционное время. Как кто? Не знаю. Наташа, надо узнать. Да, надо узнать. Но у них было... Архивы целые. У них было два дома, флигель, и, ну, когда их выслали в Архангельск, им дали два дома, флигель, поэтому как-то можно подозревать, там, почему их выслали. Ну, еще не поздно. Ты молодой человек, надо все узнать, и тебе дают задания на дом. Да. Очень важно знать, откуда ты родом. Хорошо, понятно. Вот мне кажется, что это нарушение преемственности воспитательной практики. Потому что вот, когда по телевизору показывают сердитых мамочек, вот, что они никак не могут устроить ребенка в детский сад, я, например, вот это воспринимаю с ужасом. Что все мамочки мечтают о садике. Вот, ну, по крайней мере, тех, кого показывают, а это влияет. Никакая мамочка не хочет, вот, кормить, там, до двух лет в груди своего ребеночка, потом родить второго, как-то это вот не звучит. А это еще оказывает потом такое влияние на возможность воспитания своих детей. Понятно. Ну, мне так кажется, это вот мое убеждение. И про детский садик я хочу сказать, что, ну, я старшего своего очень не хотела вообще отдавать в детский садик. И отдала его в пять с половиной лет, потому что, ну, чувствовалось, что надо его чуть-чуть социализировать. И я отдавала так. Перед школой. Да, перед школой. Там, во-первых, я долго искала воспитательницу. А, то есть у тебя был научный подход. Да, я из Академии наук сама, и у меня был научный подход. И очень жалко было своего старшего первенца. Вот. И, ну, важно было понять, как, когда, куда отдать и на сколько главное. Ну, конечно, тут я вот проводил беседу в Духовной Академии с ребятами. Я им говорил, что вообще невестам нужно выбирать, используя богословско-научный подход. Совершенно верно. А не так вот, как-то, какое-то впечатление, или как вот сейчас модно говорит, должна искра там пробежать, ну, еще какой-то бред. Да. Мы ведем семинары вот по отношению мужчины и женщины, и там есть такая тема, что такое любовь. И, ну, в среднем на эти семинары молодежь заходит, и как бы влел любовь, это же должно вот, бабочки в животе должны быть, искры такие. А я как человек уже с опытом, я говорю, да, здорово, и вы найдете эту искру, у вас будут бабочки в животе максимум 4 года. Но 4 года это максимум, потому что может быть полгода, может быть год. А потом бабочки в куколок превращаются, или как там? Потом выясняется, что бабочек нет, это игра гормонов, и просто психофизиология так устроена, что все эти гормоны сходят на нет, и начинается обыденная бытовая жизнь без бабочек. И вот тут очень важно знать, как это делать, как строить отношения, а дальше знать, как воспитывать детей. И у меня, вы знаете, мы иногда с мамой обсуждаем наши семейные педагогические проблемы, потому что мама теперь мне большая подруга и большая поддержка. Вот психология делает чудеса. И иногда детско-родительские отношения тоже выстраиваются очень мудро. А ты с мамой тоже по науке строишь отношения? Начала строить тоже по науке. Надо же, это ты такой стал опытный психолог. Потому что пришлось выйти из большого количества проблем, которые в семье были, в том числе и проблем воспитания. То есть у вас были с бабушкой расхождения? С бабушкой были расхождения, с мужем были расхождения, с детьми были расхождения. И, собственно, вот я психологией занялась, когда со своим старшим ребенком мы вошли в подростковый возраст. Ну, это понятно. И расхождение наше дошло до такого, что однажды мы чуть не подрались. И когда мы чуть не подрались, я после этого пошла, приставила пальц к колбу и пошла думать, как мне менять жизнь. То есть ты сымитировала саморасстрел, что ли? Или просто, чтобы подумать, как мыслитель Родена? Подумать, да, вот так вот. Вот так вот. Не так вот, а вот так вот. Понятно. Да. И, собственно, вот с этого началось мое занятие такое глубокое. Практическая психология, вот не научная, а практическая. А ты не могла бы назвать книги, которые ты прочла в этот период для наших зрителей? Да, и самая такая дорогая моему сердцу книга, и более-менее доступная для чтения, это Юлия Борисовна Гиппенрейтер «Воспитывать ребенка как? Общаться с ребенком как?» Это ее самая первая книга, и вот там как раз она говорит об очень простых вещах, которые в свое время были для меня открытием. Ну, мама троих детей, это же очень такой активный образ жизни. Тут я стираю, тут я готовлю, тут я... Да еще это 90-е годы. А там? Муж с утра до ночи до работы, на работе. Поэтому я вся там в хозяйстве, еще в своих каких-то увлечениях. И когда ребенок обращается ко мне с вопросом, я так намываю посуду или что-то там еще делаю, я ему говорю, да, да, я говорю всегда, что слушаю левой пяткой ребенка в этот момент. И для меня было открытием, что развернуться, встать на уровень глаза-глаза и слушать ребенка внимательно и сердцем... Вот честное слово, я к тому времени была уже глубоко церковным человеком, вот, и я удивилась, что для меня, для человека, который хорошо знает Евангелие и даже ведет воскресную школу при храме, для меня вот это было открытием, что начни слушать своего ребенка сердцем внимательно, что посуда она подождет. Главное, не терять отношения со своим ребенком. Главное, и я с тех пор вот мамочкам, с которыми разговариваю, родителям, себе, я всегда напоминаю, что для тебя важнее. Твои дела, твои заботы, твоя история, твоя работа или отношения с твоим собственным ребенком. Ну, для изломанного советского человека главное дело. Да, государственное. Да, куда-то вот надо... Нет, то есть вот это воспитание нового человека, оно осуществилось. То есть совершенно другая система ценностей. И женщина идет на работу, хотя вот работа она под носом. И она важнее, на самом деле, даже перед Богом. Однозначно, для меня это точно так. И даже если... Вот у мамы есть два выхода. Даже с самого того момента, когда ребенок родился, и у него, например, болит животик, или у него что-то там с нервной системой, что очень часто сейчас бывает у детей. А у мамы есть два выхода. И первый выход – это как-то успокоить ребенка, например, накормить его иллюминалом. А врачи даже советуют, чтобы не плакал, давайте ему сильные, успокоительные. А он когда подрастет, он плакать и так перестанет. А пока он, ну, непонятно, от чего плачет, ну, что-то с нервной системой не так. Просто его поите иллюминалом, кладите, еще пеленайте. Неужели так и говорят? Ой, ой, чай. Ну, во всяком случае, говорили в то время, когда мой старший ребенок был младенцем. Или есть другой выход. Но тогда у мамы начинается работа. То есть это начинать его плавать раньше, чем ходить, купать, гимнастику, массажи. Если нужен профессиональный массаж, то ты еще утром, днем и вечером, там три раза в неделю одевай, одел раздел, отнес на массаж. Это обязательно гулять два раза в день на свежем воздухе, хочешь или не хочешь. То есть, ну, это нормальное вложение в ребенка. И я хочу сказать, что вот старшего я вложилась по полной, и он у меня в два с половиной года уже разбирал буквы, в три начинал читать, писать печатными. Но это не от массажа. Я думаю, что это от того, что я вкладывалась в ребенка. Нет, это от того, что ты с ним говорила. Да. Вот это. По полной программе, да. Это словесное все-таки. Да. Ну, это и, конечно же... Общение. Ну, физиологическая тоже нагрузка. То есть, гимнастику тоже надо делать обязательно с ребенком. Ну, и я всегда говорю, что иногда человеку, не важно какое внимание, важно было, чтобы оно было пристальное. Да. Конечно. Это в любой форме. Дактильное, вербальное. Да, да, да. Или там что-то зажать на руках, показывать. То есть, когда ребенок... Да, да. Что ты, он все время при тебе, ты как бы можешь заниматься тем, другим. Нет, формы разные, даже лучше, когда они разнообразные. Это все развивается, потому что все проходит через мозг. Да. Лучше сказать, через ум даже. Да, и вот Гиппенрейтер как раз вот об этом пристальном внимании говорит прежде всего. И еще у нее в книжке прям основные положения, которые вот обязательно надо знать родителям, и которые, конечно же, родителям встраивать достаточно сложно. Например, не ругаться на ребенка, а говорить о своих чувствах через я-сообщение. Там, не что ты наделал, бестолочь такая. А, ты знаешь, я переживаю, когда ты вот так вот красишь красками стены. Или мне очень неприятно, когда ты бьешь кошку. Когда родняют плоскогубцы со стремянки, говорят, Вова, ты не прав. Ну да, ну да. Ну, на самом деле, эти элементарные вещи в свое время были для меня открытием. Потому что я была обычной простой мамой, которая, если ребенок что-то делает не то, говорила, как же так, дорогая редакция, да как ты так можешь, да почему ты это сделал? Да еще на таком а-а-а-а-а-а-тоне, да? Немножко истерическом. Не немножко, я бы сказал, изрядно. Да-да-да. Потом я сама стала замечать, как мама идет, и, ну, вы тоже все эти картинки видели. Да я просто, я даже стараюсь отвернуться, потому что меня это травмирует до сих пор. я просто не могу это услышать я всегда говорю что когда берут породистую собаку в семью знаете вот когда брали породистого щенка или кто-нибудь из ваших знакомых у меня всегда в доме было очень тесно реально мы все братья крупные мама крупная собаки там беды не было угла я удивляюсь что у меня одна знакомая брала породистого щенка ее привели ей показали сказали что очень редкая порода что за ней надо ухаживать так 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 на этапе когда это надо делать это на этапе когда это надо делать это обязательно дрессировать обязательно отдать туда обязательно отдать сюда ее научили всему пока она еще даже не взяла эту собаку. У нас, когда рождается ребенок, родители в среднем вообще ничему не научены. Ну, если они там не из Академии наук и не решили как-то чуть-чуть себя подучить. А если из район естественных наук, то это уже слабо, да? Только из Большой Академии. Нет, ну я думаю, что может быть из Академии педагогических наук тоже они наставляют себя. Да. Ну, и это мы про то, почему так важна педагогика и психология для педагогов и воспитателей и родителей. А мне-то хотелось еще... Я поскольку поняла, что быть воспитателем очень трудно. Вот когда мы стали заниматься берегами, я поняла, что педагоги и воспитатели детских домов — это люди подвига. Вот это люди подвига. Ну, конечно. Просто они ну, априори герои, героини. Они берут на себя такую функцию... Потому что они всю душу... Ну, такая задача ставится. Всю душу отдать им. Всю свою жизнь. Всю свои думы. Всю свои слезы. Да. Всю отдать им в гораздо большей степени, чем нормальным детям в более или менее благополучной семье. Да. Вот мне захотелось им помочь. Для того, чтобы изжить вот эти травмы, которые деточки получили... Захотелось им помочь методически, литературой, статьями, которые я сама прорабатывала. Где-то я там дописывала, писала, что-то находила. Ну, вот какой-нибудь сборник этих статей существует? У нас на сайте Берега есть такой раздел «Методическая помощь». Такой адрес? Берега, да? Фонд Берега.ру И раздел «Методическая помощь». И там можно найти все-все-все эти статьи. Собственно, как бы в сборник мы эти статьи еще не собрали, но мы собрали там хорошую педагогическую библиотеку. Вот это очень важно. Да. Она там тоже есть. Вот. Поэтому желающие как педагоги, воспитатели, так и родители могут обратиться к этому. И меня вот это греет, что я могу... Опыт не пропадает. Да, опыт не пропадает. А может быть, еще книжечку какую-нибудь порекомендуешь? Да, есть. Которая вот на формирование тебя как психолога-педагога оказала влияние. Да, есть такие авторы, они, по-моему, американцы, Клауд и Таунтсен, они писали про такие... Первая книга, которая вот мне очень-очень была важна, книга называлась «Барьеры». Это, ну вот, если говорить про русскую душу, то это что такое безграничная любовь и как она вредит воспитанию ребенка? Что иногда мама или педагог настолько любит и настолько вкладывается, что ребенок уже от этой любви слегка... Ну, вы знаете это. Ну, это происходит от малодетности. Что русская женщина в среднем сто лет назад рожила восемь детей. Когда эта Ниагара обрушивается на одного ребенка, особенно русская женщина, она коня, локомотив, останавливает... может остановить, да. Ну, взять хотя бы тебя. Да. Я представляю твою энергию и, в общем, хорошо у тебя хоть трое, мало, но все-таки это что-то, по крайней мере. Это каким-то образом... Три якоря, хоть корабль болтает, но, по крайней мере, и уносит в море. Ну, все-таки, да. Уносит иногда, но не так далеко. Тогда будет минимум, так сказать, вот восемь. Тогда русская женщина себя реализовывает. А тут, конечно, и это... И главное, что такая энергия, она не дает возможности маме, бабушке даже. Потому что бабушке своим вмешательством это в силу не растраченной материнской любви. И вот эти два водопада на одного, это, конечно, бедные дети, особенно мальчики. Ну, с мальчиками это вообще история, конечно. Они вырастают такими совершенно безинициативными, очень пугливыми, порой лживыми, потому что, чтобы сохранить себя как-то, они должны изворачиваться, как ужи, все время врать. И в школе тоже самое, потому что там школа наша женская, там на них орут постоянно. И, в общем, та же ситуация. Они воспринимают мир как орущих женщин, пугающих. Да. Но они хотят все время этого избежать. Это возможно только с помощью откровенного вранья. И, конечно, вместо героев вырастает не буду говорить, «Барьеры». это так. И вот эта книжка «Барьеры», ее потом переиздали, и более точное слово «границы». Границы. Вот умение выстроить границы в отношениях. То есть, чтобы в какой-то момент мама перестала ребенку, не знаю, надевать ботиночки, чтобы он умел их сам надевать. В какой-то момент перестала просматривать дневник, потому что ребенок уже учится сам, и сам отвечает за свои результаты. И только приходит и говорит, «Мама, у меня сегодня пять пятерок». Или «Мама, у меня сегодня тройка». А еще замечания написали. То есть, он все сам рассказывает про свой дневник, потому что я в него не лезу. Это твоя ответственность, твои границы. Я был несчастным ребенком, моя мама не знала, как выглядит мой дневник. Счастливый, как опыт показывает. Вообще. Да, да, да. Да, это вот нормально. А в графе «подпись родителей» я ставил подпись. И однажды я сглупил, принес отцу. Он почему-то был дома, я не знаю, что случилось. Вот. И он подписал. И был скандал в школе, почему я подделал подпись отца. Потому что они привыкли к моей интерпретации подпись отца. Вот так вот. Да, но это большое счастье. Это значит, что были выстроены какие-то учебные границы? Да нет, просто матери тоже приходилось работать, трое детей. Я был старше, и как это, все уроки по всем предметам, ну, занимался, ну, 40 минут. родители никогда не вызывали по поводу плохого поведения. Папа, естественно, на родительские соборы не ходил. Мама, ну, может быть, раз в 2-3 года. Вообще, так сказать, все было. Это давало, конечно, возможность самостоятельности, как я сейчас понимаю. Да, да. Иногда жизнь складывается так, что ребенок, ну, сам входит в самостоятельность, но я вот делала просто глубокие внутренние усилия, чтобы давать детям самостоятельно расти. И я понимала, что если я этого делать не буду, то моя не агара затопит. в том-то и дело, очень ценно вот это понимание, потому что для большинства мам их эмоциональное внутреннее состояние, вот, ну, той секунды, в которой она исторически пребывает. Она дает мотивацию, слово, поступка, эмоциональный всплеск, реакции, а не вот, ну, какие-то действительно желания ребенка двинуть к чему-то важному. Совершенно точно, и мне это тоже было близко. И это еще одна тема, еще одна книга, если уж мы заговорили про то, какую литературу надо посмотреть, это книга Линды Сибли, чувства всякие нужны, чувства всякие важны. Это автор из какой страны? Не знаешь, да? по-моему, Прибалтика. Я не уверена. Не уверена, ну, хорошо, понятно. Она, кстати, тоже есть, все те книжки, которые называю, есть у нас на сайте в библиотеке. Ко мне тоже много не страшно, но я кроме классиков в педагогике, там вот, Корчак, там, Пистолоце, Ушинский, Антон Макаренко, Сухомлинский, вот, этих разработок не читал. Это очень хорошая литература, но она не для сегодняшней практической мамы. Ну, Гиппенрейтер, вот такая книжка. Тоненькая. Линда Сибли, вот такая книжка. Ну, барьеры чуть потолще, но там, потому что перепрет толстый. Тогда не все. Да. А, то есть, сегодняшнему родителю нужны простые, тезисные, понятные вещи. Ну, не только родители, вообще, каждому человеку, как теперь говорят, клиповое сознание. Клиповое сознание, да, да. Я скажу, что это не случайно. Вот, хотелось бы, про чувства всякие нужны, чувства всякие важны. Очень часто мама реагирует спонтанно, потому что она, и это тоже, как мне кажется, особенность российского нашего общества и менталитета. У нас такая была трудная жизнь, начиная с дореволюции, после революции, до войны, во время войны, после войны, что люди не могут позволить себе входить в контакт со своими чувствами. то есть осознавать, что я сейчас чувствую и по какой причине. Осознавать, что я сейчас чувствую и по какой причине. Например, мне очень грустно и обидно, что муж задерживается с работы. Но если я этого не осознаю, а я этого стараюсь не осознать, потому что мне осознать это больно. Я как бы это вытеснила, а чувства, они имеют такую природу, они как закипающий самовар. Если их в маленькую дырочку не выпустить, то потом крышку срывает и такой хруруруру. Хорошее выражение, срывает крышку. Очень, как говорится, очень актуально. Да. И вот у женщины, у которой накопилось, она не доспала, потому что трое детей. Ее там обругали в универмаге, потому что она с этими тремя детьми что-то не так сделала, с полки дети что-то уронили. Она все это... Ну и потом вообще понарожали. Понарожали, да. Она все это складывает, она не понимает, что с этим делать, потому что почувствовать... снес. Да. А они все время бегают и все сносят, то это не агара крышку срывает и начинается воспитание кого. Собственно, я вот себя ловила на том, что я срываюсь на детях. Ну, вам как священнику, наверное, не одна женщина это рассказывает. Ору на детей, срываюсь, бьюсь. Ну, вот я уже нет. Ну, слава тебе, Господи, ты такая, если вы не вынесли, так счастлива. Я очень рад. Да, да, да. И вот эта тема, что такое наши чувства, как входить родителям, педагогам в контакт со своими чувствами, как научить ребенка чувствовать свои чувства. Это вот как раз Линда Симбле, она потрясающий автор, она сделала такие тоненькие книжечки, две, одну для родителей, другую для детей. Потому что у нас же традиция ребенку уже нельзя выражать своих чувств. Потому что если он плачет, то мальчики не плачут. Мальчики не плачут. Поэтому мальчик он становится тем, кто не плачет. Он становится тем, кто не выражает никаких чувств. Ну, потому что взрослому требуется тихо в доме. Поэтому он изобретает всякую ерунду, лишь бы ему было тихо. Да. И лишь бы ему было отстань. Тихо, убрано, отстань, не дай бог, какие-нибудь на обоях только что поклеенных что-нибудь начерикаешь. И ребенок становится таким вот тоже. Но это в хорошей семье. А уж что говорит про наших детдомовских детей, там с чувствами вообще от ас. Потому что они же живут в плохих условиях, поэтому они привыкли не чувствовать никаких чувств. Поэтому когда они попадают в детский дом или в приемную семью, они могут оторвать кошке голову, а я же не знаю, что такое больно. Потому что я себе больно запретил чувствовать. Я могу издеваться над матерью столько, сколько мне вот... Что они с успехом и делают, и приводят в искренних американцах чувство его убить. Да, да, да. Что и происходит. Да, да. Поэтому вот тонкая психологическая работа с особенностью с детьми, которые из трудных жизненных обстоятельств, это вот условно говоря номер один. И простая психологическая работа со своими собственными детьми. Учи выражать ребенка чувства. Ему будет по жизни хорошо. И тебе будет по жизни хорошо. Ну, гораздо. Ну, лучше и, ну, я хочу сказать хорошо. То есть мы начинаем учиться... Нет, это, Наташа, зависит от глубины поражения предварительного. Другое дело, есть, конечно, ну, родитель, ну, просто там, к 20 годам это все прочел, освоил, неплохо даже сдал. Вот хочется что-то такое внедрить в нашу школу. Это необходимо в силу того, что разрушен уклад жизни. Да, да. Вот, потому что его нет вообще уклад коммунистический, который должен был уничтожить семью. Совершенно верно. Ну, изначально, как классики хотели этого. И чтобы государство воспитывало такую утопическую идею. Так оно так и было, да? Да, во многом преуспело. Многие люди с ностальгией вспоминают, что вот был порядок. Да. Вот, что человек это винтик, он работает, ему за это вот, ну, как бы, квартира, премия, 13-я зарплата, и потом... Стабильность. К концу жизни еще, может, медаль. И тогда он ветеран. Ну, и тогда все как бы... А потом почет. Там, низко кланяемся вам ветераны. Ну, и такие все хорошие, как это называется, добрые слова. И вот этот привычный такой порядок. Но, к сожалению, он вот не дает возможности проявления чувств настоящих. Поэтому все выглядит очень искусственно. И люди с тонкой организацией, а их это возмущает, как некое фарисейство, возведенное в ранг государственной политики. Поэтому, конечно, это все переживать довольно трудно. Ну, и понятно, что в такой ситуации человеческая личность, она не развивается. Потому что развиться можно только в условиях любви, тепла, свободы, заинтересованности, ну и прочее. И равного диалога. Да, это так. И про это... Так это так, я это все как бы и продумал, прочувствовал. Ну и на своем опыте ясельно, детско-осадовского, пятидневного, восьмилеточного и там математической школы все это аккуратно проехал. Вот. все живо, все помню, даже имена. Имена особо запоминаются. Я помню, как меня в детском саду ставили на койку и заставляли стоять там полчаса. Ну, представишь, воспитательца в детском саду звали Ия Петровна. Да, Августа Андреевна мою. Вот видишь, да. Потому что это было не только ярко, это была вскрыта грудная клетка и в сердце внедрено. Да, да, да. Потом зашито дратвой. Да, да, да. Ну, слава Богу, времена меняются и вот это меня радует. Стала появляться литература. Но одно дело меняется, но все равно хочется этому процессу послужить. Да. Потому что наша вера, она предполагает любовь к человеку, а не механизация его жизни для удобства себя и пользования этим человеком. Хотя вот многие технологии, ну, начиная от технологий психотехнических сектантских и кончая менеджментом, как заставить работать. То есть, ну, человек должен создавать мне прибыль. Да, да. Я вот об этом думаю и за это плачу деньги специалистам. А у христиан наоборот. Чтобы человек был счастлив, ибо это угодно Богу. Да, это так. Я хочу сказать, что сейчас появляются интересные в менеджменте интересные такие направления, которые я вот прям глубоко чувствую, как глубоко христианские. Знаешь, почему? Потому что люди, которые извлекают прибыль из других, они поняли, что тот человек, который живет в любви, он гораздо лучше работает, да, и больше принесет прибыли. Совершенно верно. Почему? Европа, она смогла создать то, что является Европой, а мир, допустим, севера Африки не смог, хотя была высокая культура ислама в древности, а Турция за тысячу лет ничего не смогла создать практически. Вот отчего это происходит? Потому что это основано на религии любви к ближнему. а любовь, она вызывает в человеке желание творить. Совершенно верно, да. Почему? Потому что ставится задача будьте совершенно как отец ваш небесный, а наш отец небесный, он творец, творче и создателю всего. Он любовь и он творец. Да, и поэтому человек, который стремится хотя бы ну вот идейно к этому, то он тянется и к этому творчеству. От этого все космические достижения все равно основа христианская, а отнюдь не механическая. Совершенно точно, да. сделать страну как ну хороший такой беззлобный но очень организованный концентрационный лагерь, то все равно из этих лагерей приходит, придется доставать и Королева, и Туполева. Только на них можно что-то сделать. А на продукт лагеря рассчитывать не приходится. Вот в чем дело. И известно же, что вот дети только из благополучной семьи могут поступать в хорошие вузы, а если семья ну такая как говорится мать-одиночка и все, то только 5-7 процентов преодолевают вот эту травму отсутствия отца, например. Просто его отсутствие. На него папа не орет, не бьет, его нет. Но травма такая, что ребенку плохо. и вот это мне кажется должно быть главным предметом в школе. Мне тоже так кажется. По-прежнему все образование направлено на то, чтобы создать винтик. Что нужно государству? Экономисты, вот экономисты. Что нужно государству? Юристы, вот юристы. У меня вот такой вопрос. А как вы думаете, это все-таки в старшей школе или в вузе и там колледжах и во всех? Вот в старшей школе дети готовы ли? Я даже эксперимент хочу сделать. Пойти как-нибудь в старшую школу, попробовать предложить этот курс. Дело в том, что их надо тоже к этому подготовить. Я бы, конечно, начал со старшей школы. Почему? Потому что они еще не так отравлены то, что ну, той, ну, как культурой в двойных кавычках, которая предлагает современная так сказать медиа, что у них уже все каналы закрыты, у них все уже так сказать. Ну, вот я слышал такую ситуацию. Стоят девочки 15 лет, хохочут, ну, так отвратительно, вот, курят, и, значит, они в полный голос говорят о том, что я не собираюсь выходить замуж девственницей в 15 лет. Вот они это обсуждают. То есть уже отрава коснулась их сердечка. Потому что они понимают, что по внешности они ну, совершенно дети, там никакой даже взрослой родовой жизни речи быть не может. Они к этому не готовы физически. Но уже сигареты в зубах, они вот это обсуждают, это тема... подростковой. Нет, то, что это подростковый, все, но речь идет о том, как глубоко проникло, что это их занимает, но занимается с одной стороны. С этой стороны. Да, со стороны забора, на котором в наше с тобой время писали всякие такие вещи, которые мама не разрешала читать. Вот, собственно. Поэтому, конечно, это гораздо, мне кажется, важнее тригонометрии. Да, да, да. Потому что это... А у нас полностью, у нас общество об этом как бы не думает. То есть все идет, как будто мы продолжаем хотеть, чтобы продолжить вот этого нового человека. Вот даже сейчас я слышал, что хотят возродить пионерскую организацию. Вот, как будто это фанацея. Это как будто что-то даст. Но это из этой же области. Я понимаю, что... Ну, просто еще не знают, как по-новому, мне так кажется. Это дешевле. А, ну, может быть, организацию как-то... Ну, и потом кто-то будет занят, кто-то будет какую-то должность по этой части. Ну, а потом у некоторых же людей опыт. Ну, скажи, я же был в пионерии, был в комсомоле, а сейчас я вон кто. Вот оно. Моя карьера. А какова карьера твоей семьи? Да, да, да. Твои детей? Это же важнее. Это важнее. Дети, внуки, это же важнее, чем твои ордена. Или место на Кунцевском там, или на Вадеичьем кладбище. Это важнее. Почему? Потому что я знаю одного внучка, который захотел сделать бизнес. Он хотел продать место могилы своего дедушку. Его на Вадеичьем, его дедушку выкопать, перенести куда-нибудь в Митина, а место за хорошие денежки продать. Хороший бизнес? Ну, да. Поэтому то, что он там на Вадеичьем как бы себе заслужил, уже внучок, для него другие ценности, а именно которые вот так вот хрустят, гораздо важнее. То есть, оказывается, то, чему он служил, оно все уже выродилось. Затем, а вот именно такого христианского отношения, вот, ну, просто мировоззрение, воззрение на мир покрыт. На него как бы не обращать внимания, хотя рядом. Куда не посмотришь, купол с крестом. Ну, подумай, а что за этим стоит? Сейчас, к сожалению, мир начал двигаться, ну, так вот, я училась когда-то, изучала историю церкви, что когда церковь не гонима, она становится настолько обычной, обычный, хрям рядом, все такое обыденное, все, и человек прямо говорит, ой, эти кресты, купола, ну, они мне как-то уже надоели. Нет, ну, хорошо, но они же были для него и так же, когда она была гонима. Ну, когда была гонима, было любопытно, все-таки, чуть-чуть. Ну, только и всего. Да. Но все равно, если гонима, а зачем мне это надо, что, это проблема. Ну, мы не будем этих глобальных вещей, которых мы не можем никак изменить. Я как раз хотела сказать. А вот в наших берегах, да, да, используя замечательный термин, то кое-что можно. Кое-что можно. Я как раз вспомнила, как я вашим детям давала эту тему в вашем детском доме павлин мышкинский. А, мышкинский. Да. Павлин 2. Павлин 2, да. И там как раз был опыт проведения семинара для детей. И я снова и снова поразилась, что вот все-таки есть детский дом или большая семья, которая берег. И там все-таки дети, они растут действительно как цветы. То, что я понимала, я с таким, ну, я вот сейчас вас спросила, старшим школьникам это не рано давать такие темы. Поэтому, когда я шла к вашим старшим школьникам туда, в мышкинский павлин, я немножко так тревожилась. А услышат ли? А поймут ли? А как поймут? И я поехала туда даже в поддержку дочку взяла. Она и мровесница. Вот. И когда мы стали эти темы проговаривать, я была поражена, что дети прям вот хватают. То есть они берут и прям... Как начинается портубертатный период, где у детей рождаются эти мысли. И нужно тут же давать им ответ. Но ответ не подзаборный, не из диалогов с этими бедными девочками, которые... А самым драгоценным, что есть во взаимоотношениях людей, потому что это как бы будущая семья, с самой черной краской, которая еще отвратительно пахнет. Вот в чем дело. Да. Потому что я помню, что я это тоже в бараке, в котором мы жили, я хлебнул. Именно вот вся информация шла именно вот через это... Через сортир. Через сортир. Да. Именно сортирная такая тематика. А мы говорили о том, что как важно юношей восхищаться. И девочки учились говорить слава восхищения юношам, чтобы юноша реально чувствовал себя героем. Вообще это все по-другому. Да, да, да. Что вот надо этому тоже учить. Да, да. Я говорю, что мы чуть-чуть это проходили, как девочки говорят, комплименты. благородство, красоты, изящество, рыцарство. Рыцарство, да. Рыцарство. Потому что моя мама еще очень давно заметила, у нас слово благородство исчезло из лексикона вообще. Конечно, святое место, пусть не в небе, вместо этого тоже хамство. Все удивляются, а что везде хамство? А потому что нету благородства. Да, а благородство, оно как-то действительно передается из поколения в поколение. Вот то, что было утрачено. Потому что оно очаровательное. Когда человек сталкивается с благородством, ему это начинает нравиться. Поэтому вот почему дети так любят Жюлю Верна, почему любят они мушкетеров, потому что помимо всякой дребедини, которая там содержит, там еще речь идет о благородстве. И она чрезвычайно привлекательна. Вот и все. Поэтому эти книги скорее полезны, чем вредны, потому что там вот прививается благородство. Я очень благодарна своей маме. Она не я. Вот удивительно, потому что я все-таки такой уже среднесоветский продукт женщина. Натурально. А мама моя, она вот как-то моим детям привела, что когда ты меня провожаешь, подай мне пальто. Когда я выхожу из автобуса, подай мне руку. И мои дети меня уже одевают, подают руку, когда я выхожу из автобуса. А то никогда не замечала, что сидит в метро молодой человек, и он знает, что нужно уступать, и он мучается и стесняется. Да, да. Современный человек, он стесняется быть благородным. Почему? Потому что это не принято. Не принято. И еще скажет, типа... Нет, даже ничего не скажет. Может, даже похвалят, но он все равно стесняется. Почему? Потому что это необычно. А каждый ребеночек, он хочет занять такую мимикриническую нишу. Нишу, да. Но у нас осталось мало времени. Вот что ты видишь в этом, но про чувства мы поняли. Это очень важно. Что бы еще в заключении сказать, для того, чтобы начать думать об этой проблеме я и мои маленькие дети? Опять же, исходя из своего опыта, и почему лучше не отдавать ребенка как минимум до 4 лет? Ну, хотя бы до 4 лет. В 4 года полностью сформировается человек. да. Он уже хочет сам социализироваться, и тут я бы отдавала уже на короткое время в детский сад. На короткое. На время... Хочу я крануло скажу. Да. Я вообще до 9 лет бы в школу не отдавал. Ну, это... А дома бы учил. А потом социализироваться, когда психика окрепнется. Ну, может быть, да. Но я вот... Да. И тоже очень важно, что ребенку необходим тактильный контакт от родителей. Причем, чем больше, тем лучше. И самое смешное, что теперь мы взрослым людям говорим, что просто вот, если у вас есть супруг, или если у вас есть брат-сестра, если у вас есть хоть кто-то, просто обнималок как можно больше взрослому человеку надо, чтобы выживать в этом мире. Обнимайте друг друга как можно чаще. Представьте себе, сколько надо обнималок растущему ребенку. А я знаю, американцы почитали, 17 раз в сутки. Совершенно верно, Знаешь, я был поражен и своих деток из детского дома постоянно обнимал. а детдомовских их вообще нельзя с рук спускать. Я прихожу, они бегут ко мне сразу обниматься. И вот этот тактильный контакт до 4 лет, почему говорят, что мама, ну, не ленись, носи ребенка на себе какое-то время, пока он еще на тебе помещается. А у меня старший ребенок на моем муже просто спал. Ну, вот так. Ну, он чуть-чуть был так. Вот его надо было там восстанавливать. Мы всяко его восстанавливали. Он просто на супруге спал вот на груди. Потому что вот много чего восстанавливает ребенка. Но вот этот постоянный тактильный контакт восстанавливает максимально. Взращивает максимально. хорошее завершение. Я еще только в заключении скажу. Потому что я в курсе дела, что фонд нуждается в этих средствах, которые он каким-то образом немножко аккумулирует и дальше в тех направлениях распределяет. Поэтому кто дорогие братья и сестры желает в этом поучаствовать, то милости просим на сайт фонд берега.ру. И там вы узнаете всю информацию, которая для этого необходима. Спасибо. Спасибо огромное, отец Дмитрий. Я тоже очень рад, Наташа. Хотя я не готовился и даже не знал, о чем мы будем говорить, но то, что ты нам поведала, поверю, чем важно. Я просто счастлив, что я додумался тебя позвать. А я счастлива, что вы занимаетесь таким потрясающим делом. Вот детками, которым так трудно в жизни. Более того, я считаю, это самое главное дел в моей жизни. Из всего того, что я понаворотил за 40 лет всякая работа. Всего вам доброго, дорогие братья и сестры. Надеюсь, что вам тоже наша беседа какую-то пользу для вас составит. До свидания. Спасибо за внимание. Редактор субтитров А.Семкин